это период когда мама становится зеркалом для ребенка если психика развивается соответственно возрасту физиология всегда догонит по сути дела вся терапия направлена на то чтобы научить человека жить в дискомфорте мама должна быть живой мама должна быть живой и понятной это вторая лекция откуда берутся взрослые которую психоаналитик алена орехова выпускает вместе с битрикс24 сегодня алена расскажет о развитии детей от 3 до 6 месяцев почему на этом этапе мама должна стать зеркалом для ребенка для чего нужен навык жизни в дискомфорте как гармонично развивать моторику интеллект и эмоции детей обо всем этом во второй лекции откуда берутся взрослые сегодня мы будем идти дальше по теории объектных отношений и по этой теории следующая стадия развития которая длится от 3 до 6 месяцев называется она симбиотическая что такое симбиоз симбиоз это отношение взаимовыгодное да то есть и без этих взаимоотношений просто напросто не выжить и вот ребенок входит в три месяца в эту симбиотическую фазу отношений в которой он уже не он это один весь мир да а появляется второй объект но этот объект еще не отдельный то есть получается это взаимоотношение в этой симбиотической паре пока что это еще пара это отношение внутри этого слияния и это период когда мама становится зеркалом для ребенка то есть ребенок рождается он о себе не знает ничего вот откуда вы сами что-то узнаете о себе у ребенка нет другого способа что-то узнать о себе иначе как через объект который рядом с ним который за ним ухаживает и мы же тоже знаем о себе что-то через среднестатистическое зеркало да то есть если вы привыкли себя в среднестатистическом зеркале видеть определенным образом ну допустим там как женщина 46 размера когда вы приходите в магазин меряете да какую-то одежду видите себя женщиной 42 размера ну чем обычно пользуется да в магазинах примерочных но вы же понимаете что что-то не так потому что вы привыкли себя видеть определенным образом да но также как вы когда вы попадаете в комнату смеха и видите себя в кривых зеркалах вы понимаете что что-то не так то есть зеркало очень важно да через зеркало мы узнаем о себе то есть и начинает формироваться через это зеркало образ я и вот ребенок ничего не зная о себе он начинает использовать в этом симбиозе маму как зеркало которое ему о нем рассказывает но у ребенка пока всего лишь два состояния которые он может дифференцировать и как-то отличать это состояние комфорта и состояние дискомфорт и вот через эти два состояния комфорта и дискомфорта ребенок начинает проверять зеркало насколько зеркало адекватно отражает ему его какие-то ощущения и здесь самая главная задача мамы стать этим адекватным зеркалом потому что потом поверив зеркалу ребенок начнет изучать внешний мир доверившись зеркалу и поэтому очень важно чтобы мама на эмоциональном уровне показывала состояние соответствующее внутреннему состоянию комфорта или дискомфорта самого ребенка как это выглядит да то есть могут ребенка приложили груди он поел он удовлетворен ему хорошо он откидывается и смотрит на зеркало да и зеркало ему улыбается да зеркало ему показывает что с тобой все в порядке и ребенку спокойно да то есть мое состояние совпало с отражением в зеркале и я знаю что со мной все хорошо а бывают ситуации когда мама очень хорошо физически ухаживает за ребенком то есть удовлетворены все физиологические потребности ребенка но у самой мамы внутри что-то происходит да там у него сложное отношение со свекровью или там мобилизация началась и есть угроза что папу могут забрать на фронт и конечно маме грустно и эта грусть выражается на ее лице и тогда ребенок точно так же да то есть поел он удовлетворен да он сухой он в тепле он ощущает комфортно он смотрит на зеркало зеркало ему показывает что что-то не то и тогда начинает формироваться недоверие своим ощущениям потому что зеркала мы верим всегда больше если мне зеркало отражает что со мной что-то не так а я чувствую что все в порядке наверное как-то неправильно чувствую это как будто там в одной половине твоей головы да то есть все хорошо а в другой половине головы все плохо и возникает вот эта тревога от этого несоответствия и поэтому очень важно чтобы в этом периоде мама адекватно отражала ребенку его состояние и для этого природа всегда стоит да то есть на на нашей защите она придумала такую очень важную вещь которая называется социальная улыбка три месяца у ребенка появляется социальная улыбка то есть на люб при виде человеческого лица да то есть ребенок расплывается в этой беззубой совершенно до очаровательной улыбки и какое бы не было плохое состояние да то есть у мамы как бы она не была расстроена невозможно не улыбнуться в ответ то есть ребенок всеми способами добивается вот этого вот подтверждения что со мной все в порядке зеркало мне показывает что со мной все в порядке это очень важно и вот такие вот маркеры психологические они очень важны и когда оценивают да то есть развитие ребенка по возрасту важно не взвешивать измерять окружность там головы и груди важно смотреть на вот эти вот психологические маркеры потому что если психика развивается соответственно да то есть ну возрасту физиология всегда догонит и очень важно смотреть за вот этим вот развитием психики этих маркерах о которых мы сегодня поговорим существует такая проба называется она проба сфинкс сфинкса которая показывает маме насколько важно ее эмоциональное состояние в развитии ребенка то есть проводится эксперимент когда в комнату где ребенок лежит в кроватке заходит мама подходит кроватке и маму просит не выражать никаких эмоций то есть мама стоит перед ребенком с каменным лицом а ребенку очень важно узнать что с ним происходит он начинает улыбаться он начинает гулить он начинает да то есть совершать какие-то движения он начинает делать все чтобы до получить вот эту вот реакцию зеркала а мама продолжает стоять с лицом не выражающим никаких эмоций и и многократные эксперименты показывают что через пять шесть минут ребенок теряет интерес он начинает зевать и обычно там минут через семь начинает засыпать потому что мамина эмоциональность является проводником для изучения внешнего мира а если он не получает этой ответной реакции этих эмоций внешний мир становится для него опасным неинтересным и он засыпает и вот это тот возраст который в котором начинает формироваться познавательная деятельность но позвал познавательная деятельность то есть интерес к внешнему миру он возможен только при адекватной эмоциональной поддержке мамы при постоянном отражении ребенку его состоянии и если мы в прошлый раз говорили о том что задача мамы ребенка первых трех месяцев жизни для формирования грамотного эффективного блока для формирования базового доме доверия к миру чтобы мама удовлетворяла все потребности ребенка в момент их возникновения и неважно какой был дискомфорт у ребенка да он может быть мокры ему может быть холодно он может хотеть есть главное приложить ребенок в груди потому что само прикладывание в груди является для ребенка успокоением даже когда он не хочет есть и вот когда к трем месяцам через то что ребенок уже поверил через сто тысяч повторений что за любым дискомфортом обязательно придет комфорт вот с этого момента когда уже возникло это доверие к миру можно дифференцировать дискомфорт на разные чувства и задача мамы когда ребенок проявил дискомфорт а мы говорили о том очень важно дождаться да когда ребенок сам заявит о своем дискомфорте важная задача мамы начать разбираться с тем а что это за дискомфорт при этом находясь с ребенком в очень тесном контакте да то есть детский психоаналитик дональд винникот назвал это держание то есть тем что мама держит ребенка показывая что я рядом и мы разберемся мама начинает исследовать что это за дискомфорт да и рассказать ребенку ой маленький мой да то есть это ты сейчас наверное мокренький я тебе сейчас по ним поменяю памперс да а сейчас ты наверное замерз а сейчас ты наверное там отлежал ручку то есть она не не прикладывает сразу груди она уже начинает ему показывать что дискомфорт бывает разный и способ выхода из дискомфорта тоже может быть разный но при этом находясь до в непосредственном контакте с ребенком то есть мама должна успокоить ребенка с собой не грудью не бутылочкой не пустышкой вот в этом возрасте происходит очень очень важная обретается очень важный навык умение жить в дискомфорте и это к огромному сожалению то чему потом во взрослой жизни очень трудно научиться и во взрослой жизни мы будем справляться со своим дискомфортом со своей тревогой именно так как в этом возрасте справлялась нашим дискомфортом с нашей тревогой мама потому что нет у нас другого способа научиться где-то и как-то по-другому если ну нам дали вот такой вот навык и поэтому самое главное в жизни ребенка этого возраста чтобы рядом с ним была спокойная мама потому что мама находящаяся сама в тревоге не может успокоить ребенка и тогда что делает мама тогда она не хочет ребенка находиться в дискомфорте и разбираться с этим дискомфортом задачей мамы тогда становится перекрыть дискомфорт удовольствием куда-то делся от этого дискомфорт да то есть если в рот ребенку засунуть пустышку или погремушкой погреметь нет он никуда не делся но он переключился да он именно закрылся каким-то удовольствием и потом в своей взрослой жизни обретя вот в этом возрасте вот такой вот навык мы не умеем жить в дискомфорте а мы все время бежим перекрыть этот дискомфорт удовольствием съесть что-то вкусное до сходить в магазин какую-то обновку себе купить пойти в гости пообщаться да то есть уйти на дискотеку повеселиться и вся та проблема в том что дискомфорт от этого никуда не девается он начинает копиться а когда дискомфорт копится мне с каждым разом нужно все больше и больше удовольствия чтобы его перекрыть и тогда потом родители приходят и жалуются да что же за дети такие сейчас пошли да то есть ему что не сделай ему все мало что не купи все не то да то есть как его не развлекай он все равно недоволен а потому что действительно то количество удовольствия которым можно копящийся дискомфорт перекрыть становится все больше больше и больше и это очень трудно потом да то есть ну делать во взрослом возрасте ну вот для этого и существует психотерапия по сути дела вся терапия направлена на то чтобы научить человека жить в дискомфорте разбираться со своим дискомфортом и самостоятельно справляться со своим дискомфортом не перекрывая этот дискомфорт удовольствием и потом во взрослой жизни очень видно как человек справляется со своим дискомфортом это всегда видно в группах допустим вот я раньше много вела психотерапевтических групп когда в группе человека начинает рассказывать о какой-то своей проблеме и участники группы начинают включаться да и каждый включается тем способом да вот которым он научен справляться с тревогой с дискомфортом да то есть кто-то там бежит дает визитку говоря что не волнуйся позвони да мы обязательно справимся мы обязательно решим эту проблему кто-то там подходит конфетку дает да то есть ну кто кто как умеет да то есть тот так исправляется а ведь задача да так как мама должна делать в этом возрасте потом взрослые люди просто быть рядом и очень мало кто способен находиться рядом с очень тревожным человеком находящимся проживание острова горя до в проживании какой-то очень сильной тревоги успокоить собой я рядом и просто сесть рядом взять за руку обнять до показать человеку что он с этим не один и вот это тот навык который может помочь мама сформировать у ребенка своим спокойствием и тем что она находится всегда рядом и когда задают вопрос да то есть а может ли это сделать няня да а может ли это сделать тот другой но дело-то в том что у самой хорошей няни какой бы она ни была да то есть там обученная и какой бы она ни была исполнительной нет вот этой вот связи эмпатической с ребенком когда она в каждый момент времени может рассказать ребенку какой именно дискомфорт он сейчас испытывает показать что вот этот смотри дискомфорт немножечко другой это ты сейчас не кушать хочешь да задача не не показать родителям что я хорошая няня смотрите да то есть ребенок не плачет ребенок всегда спокоен и тогда ребенок лежит да то есть он захотел кушать он подал сигнал о дискомфорте няня подошла дала бутылочку записалась на подкорку это был голод потом он лежит да то есть там ему мокро няня подошла дала бутылочку это был голод и тогда какое огромное количество разных состояний мы начинаем дифференцировать как голод и начинаем ликвидировать этот дискомфорт с помощью того что есть что-то вкусненькое да то есть выпить так то есть вот это самая чувствительная зона да и мы будем говорить что параллельно будем изучать теорию зигму да фрейда и там первые полтора года ребенка до называются оральным периодом то есть самая главная зона через которую снимается дискомфорт и получается удовольствие и потом во взрослой жизни самостоятельно очень трудно уже от дифференцировать этот дискомфорт потому что проще всего до перекрыть этот дискомфорт удовольствием от до раздражения оральной зоны ну это даже и курение относится на следующей лекции будем очень подробно об этом говорить и вот это является главной задачей мамы от дифференцировать дискомфорт даже если мама не понимает почему ребенок плачет не перекрыть это удовольствием а успокоить собой сказать малыш да я вижу что-то происходит да я рядом с тобой обязательно разберемся и просто прижать ребенка к себе и таким образом приходит успокоение таким образом до разделяется этот дискомфорт на разные эмоции потому что очень большого количества взрослых людей нет вот этой вот дифференциации дискомфорта на различные эмоции и вот очень часто говорят да что там итальянцы грузины там русские что там мы очень эмоциональные да мы не эмоциональные мы впадаем в аффект да когда происходит дискомфорт у нас аффективное состояние а что такое аффективное состояние когда плохо все конкретно что не знаю то есть когда вот я попадаю в черную дыру и мне плохо абсолютно все и я не выделяю какую-то конкретную эмоцию потому что когда эмоция выделена я четко понимаю что с этим делать почему важно вот это вот дифференцирование эмоций потому что по-настоящему эмоциональный человек он спокойный потому что он не впадает вот в эту черную дыру когда плохо все а он знает сейчас мне одиноко да я тогда там могу пойти и и пообщаться да то есть сейчас мне холодно я пойду и оденусь сейчас мне голодно я пойду и поем и тогда внутри спокойствие потому что если я знаю в чем дискомфорт я знаю как его да пусть не ликвидировать но хотя бы минимизировать и нет вот этого ощущения попадания вот в эту вот беспросветность абсолютную с которой ну действительно неизвестно что делать и вот таким вот образом да то есть ребенок рядом с мамой проживает вот в эту эту симбиотическую стадию развития когда мама каждый раз четко отражает ребенку что с ним происходит дает адекватный эмоционально эмоциональная отклик и когда мама дифференцирует дискомфорт ребенка на различные эмоции и проживая это состояние ребенок переходит в следующую стадию развития которая по теории объектных отношений будет длиться от шести месяцев и до трех лет такая очень большая стадия и у нее есть несколько подстадий и мы подробно будем рассматривать отдельно эти подстадии и первое и это стадия называется сепарации индивидуации да то есть сепарация это отделение то есть а мы говорили да что пока ребенок не выделяют маму как отдельный объект да он считает что это продолжение его и стадия индивидуации когда и происходит момент психологического рождения когда вы выделяется личность да то есть отдельная единица я уже не слит с кем-то а я начинаю понимать что я отдельно и первая подстадия этой большой стадии она длится с 6 до 9 месяцев и называется она подстадия дифференциации за счет чего же происходит дифференциация дифференциация происходит за счет того что к 6 месяцев потребности ребенка становится достаточно много и никакая уже самая эмпатичная да то есть самая идеальная мама не может уже удовлетворить все потребности ребенка в момент их возникновения и тогда происходит некая неудовлетворенность и получается что процесс психологического роста идет именно за счет неудовлетворенности когда вдруг я начинаю осознавать если раньше было что я захотел она тут же появилась да это я такой великий всемогущий я все могу я захотел и она опять появилась а тут вдруг я хочу одно не появляется и конечно на это появляется дикая неудовлетворенность и появляется агрессия и и вот весь психологический рост идет через агрессию и неудовлетворенность и тогда ребенок начинает понимать да а может все таки мама отдельно может все таки мы не не одно целое и чем больше происходит недовлетворенности тем больше он начинает убеждаться что скорее всего мама отдельно и вот в этот момент когда у ребенка приходит осознание что мама отдельно появляется дикий страх ее потерять вот если до шести месяцев я сначала считал что я это вообще весь мир потом я находился в симбиозе до когда я с кем-то слит мне не страшно эту часть себя потерять да то есть никто же из вас не боится здесь в аудитории уходя с лекции забыть свою правую ногу что вы понимаете правая нога на ваша часть и забыть ее здесь невозможно а вот там сумочку забыть можно потому что это не ваша часть вот ребенок начинает осознавать что наверное все таки мама отдельно но по-прежнему жизнь ребенка всецело зависит от мамы и потерять маму становится очень очень страшно и вот в этом возрасте ребенок а он уже начинает двигаться да то есть 6 месяцев он начинает да то есть присаживаться делать первые попытки ползти он начинает дико кричать когда мама пропадает из его поля деятельности вот до шести месяцев отношения были так называемые анаклитические то есть когда все потребности удовлетворены мне объект не нужен да и тогда если ребенок накормлен сух ему тепло ему весело да то есть там с погремушками которые висят перед ним то есть мама могла совершенно спокойно уходить и никакой реакции не было сейчас ребенок все время следит глазами за мамой и стоит маме только выйти из поля его зрения начинается жуткий ор и говорят ну надо же какой был у нас хороший ребенок это видимо пришла твоя подруга и у нее карие глаза и она ребенка сглазила и начинается поиск всевозможных дакос идей почему вдруг ребенок стал таким совершенно невыносимым и и совершенно нет не отпускает маму а на самом деле это идет колоссальный психологический рост ребенок выделил себя из этого мира как отдельную единицу почему это возможно именно в этом возрасте потому что мы с вами на первой лекции говорили о том что в возрасте первых трех месяцев идет разделение психической энергии на сексуальную и агрессивную да и чем больше потребности ребенка удовлетворяется тем больше падает на сексуальную энергию а чем больше неудовлетворенности то падает на агрессивную но если психическая энергия по большей части распределяется на агрессивную внутри появляется большое количество агрессии а развернуть ее на внешний мир ребенок первых трех месяцев не может у него нет ни одной возможности на эту агрессию проявить и тогда как я вам говорила происходит либо генерализованное торможение агрессии когда берется вся оставшаяся психическая энергия которая должна упасть на сексуальную и ей затыкается вот это вот агрессивная энергия либо происходит аутоагрессия да то есть он на свое тело начинает эту агрессию все начинает изнутри сам себя разрушать и вот в шесть месяцев появляется первая возможность за счет неудовлетворения потребности появляющуюся агрессию развернуть на внешний мир с помощью чего ребенок в шесть месяцев начинает садиться он уже очень хорошо переворачивает он осваивает ползание движение является универсальным способом снятия агрессии да когда я злюсь я могу либо двигаться ну вот это вот хождение туда-сюда карандашом постучать ногой постучать да то есть любое движение в спортзал сходить ну либо подвинуть уже напрямую либо двигаться либо двинуть да то есть это универсальные способы сбросить этот вот агрессивный инстинкт и так как появляется это движение то есть уже ребенок может сбрасывать эту агрессию да и именно в этот момент и возможно это разделение потому что если бы разрыв симбиоза начал происходить до того как появился этот способ сбрасывать агрессию ребенок бы разрушил себя ну что и происходит да если разрыв симбиоза происходит раньше шести месяцев ну а понятно что в жизни бывают разные обстоятельства и вот я в свое время когда готовилась поступление в медицинский институт не поступила и пошла работать санитаркой в больницу для того чтобы потом такая была система рапфак она называлась можно было да если ты отработал в медицине младшим медицинским персоналом можно было потом не конкурса поступать медицинский институт я работала в поликлинике и там были отказные дети они болеют бесконечно и они используют движение как способ разряжать агрессию то есть они все время стоят в кроватках и качаются или приседают и встают да то есть вот на бессознательном уровне да то есть они понимают что они этим самым да ну вот использует этот способ движения для сброса агрессии и вот ребенок осознав что он отдельно боясь очень потерять маму да он все время следует за ней кричит да то есть понимая что она отдельно но за счет вот этого вот сепарации да и происходит психологическое по сути дела рождения то есть психологическое рождение да то есть индивидуума но происходит именно в 6 месяцев потому что в шесть месяцев начинает формироваться вторая структура психики которую зиммунд фрейд назвал это да ну по сути наше я если в первые три месяца мы говорили формируется и это наша хочу это первая мотивационная система это желание из дискомфорта перейти в комфорт да и мы говорили о том как важно чтобы дискомфорт все таки был чтобы эта мотивационная система это хочу сформировалась то начиная с шести месяцев начинает формироваться вторая структура психики эго и эго стоит на трех китах в эго есть моторика то есть вот тело наше да появляется первое движение в эго есть интеллект и в эго есть эмоции и вот здесь задача мамы позволить ребенку развивать все эти три структуры очень медленно и одновременно то есть мама становится таким за законным расширением эго ребенка да то есть мама своим эго тестирует реальность и создают безопасность потому что одной из функций это является тестирование реальности то есть мама за ребенка тестирует реальность говоря ему о том что опасно и что безопасно и создает те условия в которых ребенок может начинать исследовать этот мир но начинать исследовать этот мир можно только в абсолютно безопасной обстановке а вот когда мама не дает адекватного эмоционального отклика на то что происходит с ребенком ребенку становится очень страшно осваивать этот внешний мир и его изучать и вот это вот закладывающаяся способность к познанию и желанию познавать этот мир связана с тем насколько эмоционально мама в этот период развития ребенка насколько она все время четко отражает происходящее через свою эмоцию потому что в этом возрасте ребенок понимает слова на уровне интонации да то есть и мама очень ярко эмоционально окрашивая любой да то есть посыл к ребенку дает возможность ребенку в этой вот безопасности выходить во внешний мир и его изучать как это выглядит да то есть шесть месяцев ребенок поползла то есть вы его спустили на пол и он ползет и начинает этот мир да то есть изучать как ну через осязание да то есть у ребенка ну нет других способов помимо телесных да поэтому телесное эго но первым развивается да он начинает все засовывать в рот все пробовать и мама сообщает ребенка через интонацию да то есть там поползает к резиновой собачке мама говорит ой собачка да ребенок понял что это безопасно засовывает собачку в рот да то есть ползет дальше нашел под диваном там пробку от пива да и тоже засовывает в рот мама говорит фу кака брось да то есть понятно ребенок не понимает слов собачка да то есть ли как он услышал интонацию вот именно эту эмоциональную окрашенность которой мама донесла до него ту или иную реакцию и тогда он выбрасывает чем ярче и чем эмоциональнее мама тем безопаснее ребенку потому что если этого не происходит а ну время пришло выходить во внешний мир и его изучать какой перекос тогда начинает происходить у эго три структуры да то есть моторика интеллект и эмоции эмоции развить в одиночку невозможно развить свои эмоции можно только в паре с кем-то да то есть кто мне зеркалит о том что со мной происходит и тогда что делает ребенок он берет тогда одну из двух оставшихся структур эго и начинает двигать ее вперед но вся проблема в том что когда происходит такой компенсаторный механизм все остальное тогда не развивается то есть я беру либо моторику либо интеллект но если я взял моторику то западает интеллектуальное развитие и эмоции если я взял интеллекту западает до моторика и все в любом случае эмоциональное развитие проваливается и ну не зря есть такая поговорка да то есть но было у отца трясы два сына третий футболист да то есть когда развита моторика очень активно да то есть западает интеллект когда развивается интеллект до моторика западает потому что да то есть но если я вам скажу представьте молодого человека который там в 15 лет кончил школу 25 защитил диссертацию до кого представить до ботаника да то есть ну шварценеггера никто не представляет да потому что когда что-то очень сильно двигается вперед другие функции западает и вот это вот психологическая защита интеллектуализация да она ну очень сейчас сильно развита то есть дети очень умные очень умные да то есть они в шахматы играют они знают как космический двигатель да выглядит из чего состоит они тебе все расскажут и все объяснят но при этом западает развитие эмоций то есть они не не умеют дружить не умеют общаться не умеют сочувствовать и почему да вот всегда по статистике да то есть выпускников школы да то есть троечники они гораздо более успешны в жизни потому что у них у них ум живой они найдут выход из любой ситуации они тут пролезут тут они с кем-то поконтактируют тут они договорятся да вот этот вот интеллект высоченный да в какой-то сфере наверное этот человек будет успешен и он будет там добиваться каких-то да то есть необыкновенных результатов но все остальные сферы жизни у него западают да и вот нет вот этой вот радости и счастья простого человеческого общения задача мамы за счет своей эмоциональности позволить ребенку чтобы все сферы развивались гармонично и очень медленно да то есть не это же происходит вот этот вот этот дисбаланс когда ребенку надо быстро самому до выйти в этот внешний мир а маминой поддержки эмоциональной нет если маминой есть эмоциональная поддержка то развилась и моторика и интеллект и эмоции до в равной степени и ради бога мы говорим о перекосах когда эмоциональное развитие ну сверх возраста да и очень часто да то есть ну приходят родители на прием и говорят да у нас такой вообще замечательный ребенок вы не представляете ему три года он два иностранных языка знает до математические задачки там щелкает и и мне так все грустнее и грустнее с каждым этим перечислением становится потому что я знаю что сейчас они начнут говорить дальше да потому что он либо писица до либо у него во дворе со сверстниками его там все избивают это вот я раньше работала с детка с детками сейчас то я дам сказать да то есть это называется так называемые тоддлеровские группы когда собирались мамочки и дети как бы мамы сидят в кругу дети в кругу играются да то есть психолог только наблюдает и на видеокамеру это все снимается как мама реагирует да то есть на происходящее с ребенком своими эмоциями и вот а до этого ходила одна мамочка ко мне на психоаналитическую терапию и она говорит что ну вот я все делаю как вы говорите вот я ему говорю там там нельзя что-то он не понимает может я все объясняю нет ну значит у меня не такой ребенок как у всех вот сидеть понимает мой ребенок не понимает я говорю ну хорошо и началась эта тоддлеровская группа приходит то мамочка с этим ребенком он значит ползает берет карандаш подползает к розетке и начинает вставлять карандаш в розетку она им говорит четочка не надо карандашик в розеточку продолжает дальше с другими мамами разговаривать ребенок что мама отвернулась она опять берет карандаш вставляет в розетку она ведь маленький мой я же тебе сказала не надо в розеточку карандашик вставлять когда она повторяет это пятый раз и ребенок продолжает это делать она ко мне поворачиваться алёна вот я вам говорила у меня не такой ребенок как у всех он не понимает я гну вы знаете но я бы тоже наверное не поняла что ребенок не понимает слов он понимает ласковую нежную интонацию он считает что это поддержка его и он совершенно спокойно продолжает это делать то есть ну сказать надо так чтобы ребенок точно понял что продолжать это делать нельзя потому что ему не поздоровится и более того ребенок же начинает сомневаться в своей реакции да вот он он хочет изучать этот мир да он ползет да и он видит там какую-то букашку и он считает что это безопасно и он засовывает ее в рот а мама начинает истерить да и практически падать в обморок и он думает боже мой да ну мама же большая она же лучше знает какой же я маленький бестолковый ничего не понимаю в этом мире и он тогда отказывается от своей реакции и ждет все время маминого подтверждения а задача мамы позволить выйти ребенку во внешний мир изучать его и орать и истерить только да это действительно опасно для жизни в этом возрасте дети начинают ходить смотрите если бы дети разбивались ну не было бы взрослых вообще да не падают бесконечное количество раз за день но так работает их компенсаторная система они не убиваются но если мама тревожная да вот вы обратите внимание вот очень много делала съемок за замедленных да бежит ребенок споткнулся упал мгновенный взгляд на маму да он не всегда заметный и если мама говорит ничего маленький мой давай поднимайся он поднимается совершенно спокойно но если убился от тут ор начинается все мама дала сигнал все я убился и я устрою сейчас чтобы все поверят что я убился когда мама чрезмерно эмоционально это уже не эмоция это афер эмоция да но она не бывает сверх она в интонации выражается это можно сказать очень тихо очень тихо он поймет и внутреннее собственное да то есть ощущение что только так и никак иначе и это самое важное потому что сейчас настолько все родители озабочены как бы не причинить травму ребенку чтобы такое сделать и вот это вот абсолютно и начинается попустительство и и разрешение абсолютно всего и не дай бог я голос повыше у него будет травма и он потом по жизни будет ходить к терапевту он все равно будет ходить к терапевту в любом случае вашему ребенку всегда будет что рассказать о вас своему психотерапевту всегда чтобы вы ни делали да это все совершенно бессмысленно да мама должна быть живой мама должна быть живой и понятной помимо того что вот ребенок начинает беспокоиться с шести месяцев когда мама уходит да о том что ребенок грамотно соответственно своему возрасту физическому развивается психологически можно еще судить по так называемой пробе незнакомца тоже проводится такой эксперимент когда в комнате ребенок находится один и в комнату заходит незнакомый для него человек в возрасте с шести месяцев ребенок реагирует плачем на появление незнакомого человека если после шести месяцев ребенок реагирует да то есть на незнакомого человека дружелюбно в отсутствие мамы да то есть но это говорит что где-то запаздывает психологическое развитие то есть в норме ребенок шести месяцев выделившись из этого симбиотического яйца начинают уже определять свое чужое знакомое незнакомое и это совершенно нормальная реакция если же в комнате находится мама в этот момент когда заходит незнакомец происходит мимолетный взгляд на маму если мама говорит ой дядя вася к нам пришел да ребенок расплывается в улыбке совершенно спокойно идет на руки к этому дяде вася да то есть мама подала сигнал что это для тебя безопасно да если же у мамы внутри есть какое-то особое отношение к входящему человеку ребенок не пойдет на руки к такому человеку и тогда тоже мамочки расскажут у меня такой умный ребенок вот он чувствует людей он свекровь не любит мою понятно что у ребенка шести месяцев нет никакого личного отношения да не никакой свекрови он просто считывает опять-таки мамина эмоциональное состояние да и соответствующим образом реагирует также в этом возрасте у ребенка появляется такая игра которая тоже говорит о том что ребенок находится в соответствии со своим возрастом своем развитии эта игра выбросил и вернул да то есть ребенку очень страшно потерять маму когда мама отдаляется у ребенка начинается паника и поэтому ребенок начинает проверять то что от меня отдаляется возвращается в итоге или нет и тогда ребенок начинает из своей кроватки из манежа да то есть из коляски выбрасывать все он может ползать по всей квартире вынимая из всех шкафов все содержимое ему очень важно чтобы взрослый это все возвращал на место этим самым у него формируется вот это вот уверенность что все что отдаляется обязательно возвращается и как бы ни было трудно конечно потому что это часами происходит он может бесконечно осуществлять эту деятельность но да то есть придется это делать потому что тоже очень часто родители ах ты выбросил игрушку она тебе не нужна значит больше игрушку не получишь ну здесь к сожалению этот номер не проходит потому что этим самым вы не даете возможность сформироваться вот в этой вот уверенности которая очень важна для ребенка вот этот возраст да то есть там вот ну с шести месяцев ну и вообще в принципе с рождения он закладывает с помощью мамы в ребенка уже собственную ребенка способность справляться со своим дискомфортом со своей тревогой потом очень трудно нам во взрослом возрасте вот это вот сформировать если с нами делали не так если там нас отвлекали когда был дискомфорт если игнорировали на нас дискомфорт да то есть мы потом это несём свою взрослую жизнь и так относимся к себе это очень глубоко в нас закладывается да вот этот вот способ как справиться с дискомфортом и поэтому очень трудно это будет передать вашему ребенка если вы ну с собой сначала это не изменили и не научились это делать с собой да когда плохо там не бежать куда-то а сеть закутаться в пледик обнять себя да то есть покачать и сказать маленькая моя ну грустно ну да ну бывает такое в жизни ну давай будем как-то с этим справляться и и если вы искренне это сделали с собой вы потом совершенно спокойно это сделать со своим ребенком поэтому эта работа она всегда в двух направлениях да начинать ребенку говорить это даже если вы в это не верите и пробовать это на себе и когда вы увидите этот результат на себе ну вы тогда с радостью это будете делать для своего ребенка понимаем понимая да то есть как это прочувствуется в этом возрасте формируется отношение ребенка к себе через отношения мамы да формируется то как я отношусь к своему дискомфорт то как я справляюсь со своей тревогой и научаясь это делать ребенок постепенно переходит изначально используя мамина эго да то есть как расширение своего собственного и формирование своего собственного следующую под стадию развития которая длится с 9 и до 14 месяцев и называется она под стадия практики девять месяцев и это тот возраст когда руки ноги развиты гораздо лучше чем голова это возраст когда ребенку опять-таки при маминой эмоциональной поддержки безумно интересен внешний мир это возраст когда внешний весь мир изучается и осваивается через стать тактильность да надо все потрогать засунуть в рот разорвать побить да и в этом возрасте формируется очень очень важное качество которое потом уже в других возрастах очень трудно сформировать качество это называется инициатива в этом возрасте когда ребенку все безумно интересно и он хочет взаимодействовать абсолютно со всеми предметами этого мира и все предметы этого мира для ребенка являются игрушкой и он не видит разницы между предметами этого мир для него до его резиновый слоник это игрушка да то есть там мамин айфон это игрушка папины часы дорогие это игрушка и единственное что он хочет это это изучать и с этим взаимодействовать но почему-то при взаимодействии как он считает с абсолютно одинаковыми предметами родители выдают все время разную реакцию и ребенок не понимает почему я неоднократно на лекциях привожу этот пример да то есть ну вот пришли сегодня там кто-то после работы вот юля говорит у нас здесь есть там кофемашина и кипяток вы можете налить себе чай так вы наливаете чай я кстати спокойно отношусь когда во время лекции если вы действительно после работы вы пьете едите меня это никак не отвлекает и вы удовлетворены до следующий раз приходите сразу подходите наливаете себе чая юля говорит а что себе позволяете это помещение компании битрикс почему вы здесь хозяйничаете вы в некотором недоумении находите следующий раз уже приходите тихонечко садитесь сидите ничего не трогайте на юля вам говорит зачем вы вообще как засватанные сидите у нас есть чай кофе пожалуйста там и тогда что происходит когда вам на одно и то же действие до дают совершенно разную реакцию у вас пропадает инициатива вы в следующий раз ждете приглашение и точно так же происходит у ребенка он совершает одно и то же действие он знакомится с предметами этого мира которые для него все абсолютно одинаковые но реакция почему-то всегда разная здесь можно а здесь какой-то нехороший разбил вазочку да и ребенку непонятно и тогда он научается взаимодействовать с предметами этого мира уже только с разрешения и инициатива пропадает и потом да то есть когда он подросток и мы уже ждем от него какой-то самостоятельности а он лежит на диване да хоть бы пошел какой секции записался и вообще не видишь вот мог бы сделать вот это вот это вот это а нет способности взаимодействовать с внешним миром по собственному желанию нужно разрешение получается мы сами инициативу убиваем а потом требуем да и и обижаемся почему ее нет а ей неоткуда взять и поэтому что делать такой ситуации все что находится да то есть по росту ребенка в зоне его досягаемости да то есть убирается в недоступное для ребенка место все остальное можно то есть это тот возраст когда слово нельзя звучит только в опасно для жизни ситуация все никаких других нельзя в этом возрасте быть не может то есть забудьте о вашем красивом ремонте да о красиво расставленных вазочках на стеклянном столике да все убирается и создается безопасная среда для способности ребенка проявлять инициативу и взаимодействовать с этим миром и я сейчас не знаю где все эти вещи можно купить а раньше в икеи да то есть целый же отдел был для создания этой безопасной среды для ребенка да когда вот все эти углы можно было закрывать да то есть мягкими какими-то штучками заглушки в розетке да то есть полностью создать для ребенка безопасную среду где он лазит ковыряет рвет да то есть ну все все что угодно и в этом возрасте еще формируется так ну родители обозначают ребенку как бы его позицию намерений и здесь очень важно не навязать ребенку как бы те действия которых он не собирался совершать обозначив их агрессивными намерениями да то есть ну когда ребенок берет поварешку и стучит ей до по стеклянному столику у него нет намерения разрушить столик у него есть намерение проявиться до ребенок все время издает какие-то звуки это его естественная природная потребность в заявлении о себе я есть смотрите я есть он проявляется в этот мир и но мы приписываем эту до этому действию позицию намерения до что ты хочешь что-то разрушить и тогда у ребенка связывается вот это вот желание проявить себя только лишь с агрессивным действием и огромное количество людей могут предъявить себя в мир только через агрессию потому что им это увязали и здесь очень важно все-таки грамотно обозначать ребенку его позицию намерения говоря о том что как классно какой ты молодец как ты громко стучишь ну давай да то есть вместо столика ты будешь стучать там по барабану к силофону да то есть все что угодно там если ребенку интересно как звучит хруст разрывающейся бумаги да то есть но уберите все свои деловые бумаги куда-то повыше дайте ему старые там газеты журналы и пусть он с удовольствием оторвет режет раскидывает по ковру это же так красиво эти кусочки разноцветные лежат на полу то есть всегда можно заменить действия через которое он проявляется не обозначая его каким-то агрессивным действием которые вы можете позволить ребенку и но это очень очень важно да в том чтобы у ребенка сохранилась вот это вот желание в само предъявление на когда вы не говорите ему что он какой-то не такой что он злой противный и хочет все разрушить он это делает очень искренне ну вот таким образом проходят первые 14 до полутора лет жизни ребенка по теории объектных отношений а по теории зигмунда фрейда это все укладывается в один период который длится от рождения до полутора лет и называется он оральный период и на следующий лекции мы с вами поговорим о том как выглядят дети более старшего возраста чем полтора года либо взрослые люди которые зафиксировались на вот этой вот оральной стадии развития почему происходит эта фиксация ну и как общаться с такими людьми и как не предъявлять им претензии и ожидания которые но они не могут никак удовлетворить силу того что их психологический возраст расходится с физическим это была лекция откуда берутся взрослые психоаналитика алены ореховой которую она выпускает вместе с битрикс 24 подписывайтесь на наш канал задавайте ваши вопросы в комментариях и до встречи на следующей лекции до встречи на следующей лекции